Это окончание травмных мероприятий. 9 мая 2013 год. Единая Россия скверняет могилы солдат. Именно так назвал свой видеоролик на ютубе «Житель Родников». Мужчине удалось заснять, как сотрудники городской администрации после возложения венков к могилам павших солдат забирают их обратно. Причем тут правящая партия родниковец не объясняет. У вас совесть есть, мужики? Вы вроде старый человек. Мужик, вам приказали. А у вас совесть есть? Или вы без совести? С кладбища вообще ничего не уносится. Тем более с памятников. Администрация дала, администрация взяла. По словам местных жителей, такие вопиющие случаи происходят здесь регулярно. Видимо, для руководства муниципалитета каждый год на 9 мая покупать новые венки слишком накладно. Давай мы вам деньги дадим. Не надо им денег. Они денег не берут. Они прославятся просто на всю страну. На всю страну прославитесь, ребята. Как и обещал, автор видео выложил ролик в интернет-пространство. Ответряне его растиражировали. Факт возмутил всю благосферу без исключения. Председатель регионального парламента, а по совместительству, лидер Ивановского отделения обвиненной в инциденте партии прокомментировал ситуацию следующим образом. Цитата «Поступок организаторов митинга не просто аморален, он вообще не вписывается в рамки вменяемого поведения. Вместе с тем, попытка политических оппонентов связать инцидент в родниках с партией «Единая Россия» – столь же безответственная спекуляция на чувствах людей, для которых День Победы в Великой Отечественной войне является священным праздником». Конец цитаты. Отреагировал на ситуацию и губернатор региона Михаил Мень. По отношению к тем ответственным чиновникам, которые допустили такой факт, беспрецедентный и вопиющий факт, пощады никакой не будет. И сегодня мной была поставлена задача главе муниципального родниковского района уволить заместителя ответственного за социальную сферу, в том числе и за проведение общественно-массовых мероприятий. И вот буквально час назад он мне доложил о том, что первый заместитель главы администрации, который курировал, как раз непосредственно эту тему, уволен. Более того, теперь муниципалитет окажется под пристальным вниманием первых лиц региона. Возможно, это станет уроком для родниковских чиновников. Почтение к солдатам, погибшим за родину, должно быть вечным, а не временным. Наталья Романова, Олег Милехин, РТВ Иванова. Выкладываться будет в интернете.